Отличается ли практика йоги для мужчин и для женщин? Есть ли какая-то поддержка в практике для женщин во время менструального цикла? В целом, классическая система йоги была создана для мужского тела. Женщины в ней не рассматриваются, потому что в те времена женщины не приходили заниматься садданой. Для них это было невозможно по разным причинам, в том числе по биологическим и социальным. Йоги обучали не в студиях. Ей обучал какой-нибудь гуру где-нибудь в пещере, в горах, в лесу. В те дни женщина не могла просто взять и отправиться туда. Так что 90% йогических систем ориентированы на мужскую физиологию, а не на женскую. Многие системы йоги, которым так безответственно обучают сейчас, могут навредить женскому телу, если вы не знаете, как с этими системами обращаться. Например, майюрасана, вам сказали, чтобы вы не делали майюрасану? Да. Потому что она вам не подходит. Это асана павлина, а не павы. Так что здесь много аспектов. Некоторые из них очень физические, другие более тонкие, но они присутствуют. Какие-то практики женщина не должна делать совсем. Какие-то практики она не должна делать в определенное время. Что же нельзя делать совсем? Обычно в ваше йоге мы даже не рассматриваем подобные вещи, за исключением майюрасаны и некоторых других практик. Брамачари делают некоторые практики, которые другим делать не обязательно. То, что вам не следует делать в какое-то определенное время, может меняться. Это может немного отличаться. Не все одинаково проходят через эти дни. Кого-то это выбивает из колеи, кто-то проходит через это спокойно. Как в психологическом, так и в физиологическом смысле. Так что в зависимости от конкретного человека потребуются небольшие корректировки. Но если мы делаем что-то очень интенсивное, если мы делаем очень мощные по своей природе практики, то лучше избегать их выполнения в это время. Потому что любая интенсивная активность может вызвать напряжение в теле и уме. Потому что в такое время тело естественным образом ищет отдыха, покоя, а не интенсивной активности. Есть некоторые другие аспекты, которые более относятся к рим, чем к асанам. Если вы научились делать асаны очень расслабленно, то вы можете делать все. Если вы еще к этому не пришли, тогда лучше избегать определенных вещей. Но если вы делаете асаны правильно, то проблемы, связанные с вашим менструальным циклом, должны полностью исчезнуть. По крайней мере, боль должна полностью прекратиться, если вы делаете асаны правильно. Если после асаны боль усугубляется, то вы должны подождать три месяца. Если она все еще не снизилась через три месяца, тогда мы должны посмотреть на вашу садану, на то, как вы ее делаете. То, что вы делаете, может не быть проблемой. Нужно посмотреть на то, как вы это делаете. С криями существует больше ограничений. В отношении асан ограничений не так много. Есть определенные практики, которые являются физическими позами, но в то же время криями. За этим нужно следить особенно внимательно. Например, мы делаем сурья-крию. Сурья-крию необходимо рассматривать с особым вниманием, потому что, если внутри вас горит слишком много солнца, то это очень хорошо, с одной стороны, но если это конфликтует с вашим женским аспектом, тогда необходимо ее подстроить, мы должны подточить ее под вас. Очень важно, чтобы она была индивидуальной. Не существует какого-то общего предписания, но обычно того, что преподается как иши-йога, избегать не требуется. Единственное исключение — это капалабхати. Все остальное делать можно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok